Агапы. Любовь и забота о детях-сиротах. Музыка Все начиналось просто, самое главное, с молитвы и людей. Все программы, все клубы, которые мы делали, мы просто молились. Приглашали людей, которые просто хотели бы послужить для этих сирот. Потом уже появились серьезные планы, цели и так далее, стратегии даже выработались. Но вначале именно была молитва и люди. Игорь, Игорь звусь. Привет, Амирон. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь. Игорь, 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 игорь. Мы приходим в интернат. В интернате мы еще не знаем этих детей. И мы не можем просто начать с проведения уроков христианской этики. И потому мы решили, приняли решение, что нужно сначала познакомиться с ними, сделать клубы. Клубные общения. После этого дети уже нас знают. И мы можем проводить уроки. Вот здесь, именно на этом месте, мы встречаемся с детьми в клубной такой атмосфере. Они знакомятся с нами. Игры, конкурсы, песни и видеоматериалы разные. И тогда они уже ближе нас знают. И мы можем потом с ними заниматься уроками христианской этики. Я справедливо приехала с вами познакомиться поближе. Вас побачите. Вы рады, что я буду вас прийти? Все хорошо. Дуже приятно. У меня было с вами сегодня проводить час. Всем привет. Я Андрей. Я сегодня вас вторгал. Поэтому желаю, что вы надалее побольше посмехались. Счастья вам. Дякую. Привет, Арбузы. Всем привет. Меня зовут Паша. Я из Херсона. Если вы не знаете, где этот город, но знаете, где растут арбузы, то это именно там, где я живу. Мы попросим Пашу литом привезти пару арбузов для нас. Что значит клуб? Это не то, что урок. Не то, что просто молодежка в церкви. А это должно быть то, что они будут слушать. То, на что они будут обращать внимание. Конечно же, это не обходится без того, чтобы говорить Слово Божье и уделять внимание именно этому. На фоне Слова Божьего объяснять ту тему, которая им интересна. Или та актуальная тема, с которой они столкнутся завтра, когда выйдут или просто будут общаться. Это для них нужно. Вы считаете, что вы два очень классных друга? Да. Вы доверяете друг другу. Хорошо. Мы сейчас сделаем очень интересный эксперимент. Ты просто должен назад упасть. Он тебя поймает. Он мне пообещал, что тебя поймает. Он твой друг. Да. Сейчас, сейчас. Давай. Давай. Давай, да? Давай. Хорошо. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Молодцы. Доверяй, друзья. Доверяй, друзья. Мы рассказали им про Иисуса Христа. И то, что они уже знают нас. И будут знать Бога. И что это даёт возможность дальше співпрацювать с ними. После клуба мы вообще приглашаем их на группу. В церкву пока не приглашаем. На группу. И через то, что на группе мы ввечаем Слово Боже больше поглиблено. И для того, чтобы они зналися с Библией. Если вы не знаете, что начать. Но если у вас есть желание служить сиротам, мы можем вам помогать. Если вы хотите с нами працювать, служить, будь ласка, мы открытые приходят. Если вы хотите сами по себе, мы можем помогать, поделиться досвидом, проехать, провести вам семинар, рассказать, как все начать. Мы даже можем договориться с керевницей интерната, чтобы вы там вас пустили. Дети в таком хорошем эмоциональном настроении. Им очень все понравилось. Взагалі, и дети початковых классов, и средних, и старших, они вражены. Все-таки, я думаю, что это очень хорошо. Потому что, когда им что-то приятно рассказывают люди, которые они уже бачать щодня, это, ну, зовсім інше справляет вражение. Чим, когда до них приезжают зовсім незнайомые люди, так же рассказывают, несут такую приятную атмосферу и рассказывают про вещи, с которыми они заключаются щодня. Потому что, например, тема сегодняшнего захода, им больше понравилась тем, что это связано безусловно с их жизнью и с тем, с чем они стихаются постійно. Я думаю, что, если такие заходы проводить систематично, то это будет надзвичайно корид для детей, для их развития. Я сам ходу в церкву, молюсь Богу, Он мне помогает в футбол играть. И благодаря нему я играю в футбол, Он мне помогает играть. И поступил благодаря нему, потому что без Него я бы не смогла сюда поступить. Бог помогает нам в этом жизни. Без Бога мы не смогли бы достигнуть каких успехов. Например, я хочу в футбол играть, но без Бога я не смогу поступить в какую-то высшую лягу, где играть в мировом классе, где в футбол играют лучше. Без Бога я это не смогу. Приезжайте еще, чтобы счастье нам приносили, потому что без вас мы не можем. Даруйте нам ци улыбки, которые вы нам подарили этого вечера. И дякую вам за все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова